В Твери в доме поэзии Андрея Дементьева отметили Всемирный день поэзии, который ежегодно празднуется 21 марта. Участниками события стали знаменитые писатели, победители всероссийского конкурса, зеленый листок, известные артисты и жители Верхневолжья. На месте присутствовала и наша съемочная группа. Мы все уставы для слов своей страны, мы грудь, она питает тело крови. Нам черствый хлеб из рук ее милей, чем лакомый кусок стола чужого. Мы без нее деревья, без корней, без бога храмы, странники без плода. Открытие праздника прошло в доме поэзии Андрея Дементьева. Здесь молодые поэты презентовали свои авторские сборники. Темы, которые затрагивают поэты в своих стихах, очень разные. Некоторые из них касаются последних мировых событий, другие о красоте природы, некоторые посвящены памяти поколений истории страны, семьи и рода. Я стараюсь писать в разных стилях и экспериментирую, посещаю мастер-классы, немного черпаю оттуда. И больше всего мне, конечно, нравится писать о природе, потому что я очень люблю свою страну. И для меня слова о России это очень важно. Это от души. И очень хорошо получается, я думаю. Юлия Ейкина пишет стихи под псевдонимом Юлия Бойкова. Пришла в поэзию, когда ей было 13 лет. Будучи в гостях у бабушки, девушка листала газету. Увидела стихи своих сверстников и, прочитав их, решила, что тоже хочет писать. Так родилось ее первое стихотворение о деревенском пейзаже. Юлия Ейкина принимала участие в конкурсе «Зеленый листок» и премии Андрея Дементьева. Как рассказывает девушка, сейчас современная поэзия претерпевает ряд изменений. При рождении в каком смысле? Мы сейчас живем в веке информационных технологий. Общество меняется, информатизируется. То есть, поскольку у нас очень много гаджетов, виджетов, интернета, мы начали даже по-новому мыслить. И поэзия тоже в какой-то мере проходит новый этап. Я считаю, в том числе мы же активно даже сами используем соцсети или публикуемся на сайтах. В этот же день вечером члены жюри подвели итоги третьей всероссийской премии имени Андрея Дементьева, учрежденной губернатором региона Игорем Руденей. Всероссийский уровень премии дает возможность поэтам соревноваться на широкой платформе, учиться друг у друга и иметь представление о том, что происходит в современной поэтической жизни. За два столетия стихов в России написано очень много. И не просто крупных, а великих поэтов очень много. Поэтому сегодня для того, чтобы как-то заявить о себе, нужно одновременно в этом сложности владеть очень высоким техническим уровнем. А с другой стороны, чтобы стихи были искренни, чтобы они доходили до души, не только до мозга. Чтобы они не считались как ребус, а считались все-таки как некое состояние души. По мнению главы региона, молодые таланты, которым дом поэзии Андрея Дементьева открывал творческий путь, сохраняет и приумножает великие традиции отечественной поэзии.